Девушки отдыхают Быстрее этого только яйцо сварить, но Кристина сразу сказала, что это не считается. Будешь? Конечно. Конечно. А что за грибы? А бабушка в переходе купила. Ты купила грибы в переходе? А что такого? Нормальные грибы. Вон, я их даже сфоткала. Смотри, какие красивые. В Инстаграм все выглядит красиво. А вроде опята. Во-во, бабушка так и сказала. Так и сказала? Вроде опята? Нет, просто так. А больше никаких суперзов не будет? Нет. Вроде не что-то. Дай покушаем. Ой, не, я свое не ем. Я своим один раз так отравилась. Не, ну сейчас я по рецепту готовила, а не по вдохновению. Да что ты, садись, давай я тебе положу. Давай. Ладно, не расстраивайся. Переспоришь с Кристиной на убор. Спасибо, было вкусно. Теперь вы понимаете, что Франклин это великий политик 18 века, а не... А не мужик со 100-долларовой купюрой. Что-то душно надо сегодня. Артур Тигранович. Да? Ладно, ребята, на сегодня все. Все, увидимся завтра. Антон, что у тебя с телефоном? Я тебе все утро звоню. Я все утро искал зарядку для телефона. К нам пожарный инспектор приходил. Я чего? А вот только перед вашим приходом сняли, чтобы заправить. Они одноразовые. О, а здесь курить нельзя по технике безопасности. А здесь никто и не курит. Это не настоящий декор. Здесь же должен быть аварийный выход. Гипсокартон. Легко ломается. Что с датчиком? Или это тоже декор? Сколько? 50 тысяч. Да охренеть. Ну все, шестилетний вы искали превращаем в 12-летний. Трехзвездочный коньяк в пятизвездочный. Ну и салфетки теперь платные. Он просто вынес нам предупреждение. Как? Ну я же у тебя дипломат. Поймите, мы еще очень молодая организация. А 50 тысяч это так много. Но мы все исправим. Повесим огнетушитель. В туалете провода больше не будут выпадать. И около газовых баллонов запретим курить. Честно, честно. Ну вот видишь, какой молодец. Ну почему ты? Ну это ведь я нанял на работу такой чудесного администратора. Ян, ты уже третий день с бумажками сидишь. Годовой отчет не обязательно делать целый год. Так, конкурс вокалистов. 4 тысячи на микрофоны. 5 тысяч на коньяк для жюри. Ой. 5 тысяч на минералку для жюри. Блин! Капец! Я на 20 тысяч попала. Я занять не смогу? Да нет, у меня лишние 20 тысяч остались. О, может тогда ты мне займешь? Ну чего тогда переживаешь? Молодец, сэкономила. Угу. А в бухгалтерии что мне скажут? Ой, у тебя лишние 20 тысяч остались. Значит тебе хватает. Значит в следующем году на 20 тысяч меньше дадим. Дурацкая система. Кто ее придумал? Главный бухгалтер. А это та, которая на рейндж-райвере ездит? Девчонки, что мне делать? Мне нужно срочно потратить 20 тысяч. Действительно. Это очень серьезная проблема. Как потратить 20 тысяч? Блин, Ян, ты прям в беду попала. Ну, Ян, потрать их на себя. Пусть это будет премия. Сходи в клуб отдохни. А посмотрите, что я напишу. Про пила? Напиши, что совершала просмотр досуговых мест с целью проведения мероприятия. Нет, надо что-нибудь на нужду правкома придумать. А зачем тебе это? Это не мне. Это Зуеву. Подарок от правкома. Я ему кресло, а он мне в следующем году дополнительные деньги на мероприятие. А как ты это в смете записала? Подлизалась 20 тысяч? Это представительские расходы. Маш, ты что купила? Это были галюциногенные грибы. С чего ты взял? С чего? А откуда у тебя тогда усы, а? Да вообще, усы, Майкл, ты чего? Я чего? Я ничего. Я стою перед тобой в костюме японской школьницы. Какой еще школьница? Ну что же, продолжим нашу экскурсию. Вот так примерно жили 200 лет назад, когда еще существовали общежития и институты. А вот так выглядели студенты до общей чипизации 2132 года. Вот это уроды. Сам урод. Пройдемте в другой зеркал. Блин, ты что со мной сделал, а? Я не специально, прости. Может тебе это, желудок промыть? Точно. Побежал. Ну а чего, лучше? Да, вроде отлегло. Сейчас чайку еще попью. Чай, 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 чай. Где у нас чай? Николин, чай у вас в соседнем ящике. Спасибо. Нифига не отлегло. Значит, уже впиталась. Блин, у меня же, у меня же открытый урок у ректора. Мне в таком состоянии туда никак нельзя. Да, ну да иди отсюда. Кыш, кыш, ты отсюда. Короче, ты меня отравила, ты меня и выручай. Что я должна делать? Пойдем, по дороге объясню. Чай, 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 чай. Чай, чай, чай. Похоже, бармен стал не доливать в картуре спиртное. Похоже, это я попросила его не доливать тебе спиртное. Блин, у нас проблемы. Да ладно, я не обиделся. Просто буду брать количество. Да нет, вон. Это пожарный инспектор. Да? Ты это не человеку похож? Он ко мне пришел. В смысле к тебе? Понимаешь, я не совсем точно тебе рассказала, как я договорилась. Поймите, мы еще молодая организация. А 50 тысяч, это так много. А ситуация действительно пожароопасная. Но мы все исправим. Я вам лично обещаю. Как вип-клиенту. С огромной скидкой. Охренеть ты, дипломат, а? Ты куда? На дипломатические переговоры. Пойду выкину его из клуба. Антон, ты же пожарный инспектор. Значит, выкину его через пожарный выход. Если ты его сейчас побьешь, он нам точно штраф выпишет. А у тебя сейчас нет денег. А мне что делать? Весь вечер смотреть, как он тебе клеит? Значит, набью его морду в кредит. Что? Я накосячила, сама все исправила. Спасибо, Яна. Очень красивое кресло. Конечно, итальянское. Правда, сказали, что собирают в Подмосковье. Но наверняка итальянцы. Ох, как удобно. А это, похоже, регулятор высоты. Оп, вниз. Наверх. Так, а это что? Тихо, тихо, тихо. Ой, пожалуйста, Павел Владимирович, тихо, тихо. Да? Семакина, это Людмила Петровна из бухгалтерии. Да? А что, с отчетом что-то не так? Нет, с отчетом все в порядке. Просто мы вам на Мисс Универ давали 20 тысяч наличных. А по документам их не провели. Вы их когда вернете? Семакина, вы что, про них забыли? Я? Нет. Нет, конечно, как я могла про них забыть. Я как раз на них и смотрю. Маш, займи мне 20 тысяч, а? Я? У меня вот только вот... Ну, хоть так. Спасибо. Да не хочу я покупать твой плеер. А утюг мы вместе покупали. Не могу, у меня лимит по карте исчерпан. Блин. Семакина, ты ничего не перепутала? Давай еще раз все проговорим. Ты не можешь, потому что заболел, да? Да, все правильно, иди. Только уши сними. Какие уши? Ну, да, да. Ксения Андреевна, Артур Тигранович просил передачу, но не сможет прийти на занятия, потому что болеет. Я не поняла, это шутка такая? Если да, то мне не смешно. Вообще не смешно. А так, если задуматься, то даже страшно. Очень сильно болеет. Честно, честно. Правда, правда. Чего вы так на меня смотрите? Слушаю что-то. Что же такого страшного с ним случилось? Я не знаю, что-то с горлом. Или животом. Или еще не. Передайте, пожалуйста, Артур Тиграновичу, что отмазаться ему не удалось. И всеми я его жду на открытом занятии. Прости, не получилось. Понятно. А значит, проспорил. На, держи. Пошли. Блин, мне в этом состоянии на лекцию вообще никак нельзя. И что теперь делать? Короче, давай так. Через пару минут после начала лекции ты мне позвонишь. Я сделаю вид, что у меня проблема с родственником. И убегу. Окей? Окей. А теперь давай к водопою. Рассенант хочет пить. Я бы тоже не отказался. Кирилл Сергеевич, это вам за счет заведения. Как я люблю эту фразу. Понимаете, вы меня неправильно поняли. Вы, конечно, мужчина интересный, импозантный, но то, что было утром, это ничего не значит. Я не поняла, что было утром. Наташа, я тебе сейчас все объясню. Я опоздала всего на 10 минут, а ты уже какую-то телку снял. Я никого не снимал, она сама ко мне подсела. Да, да, я сама подсела. Да, и водку с собой принесла. А Наташа, ты все неправильно поняла. Я тебе букет-цветок. Красивый. Спасибо. Пригодились. Не звони мне больше. Коньячок. За счет заведения. Да, да. Ага. Яночка, заходите. Еще раз огромное спасибо вам за кресло. Павел Владимирович, ну, кресло придется вернуть. Почему это? Ну, просто фирма, которая продает кресло, она отзывает всю партию кресел. Зачем? Ну, они бракованные. Там у них пружины выскакивают прямо в... Ну, в общем, прямо туда. Да уж что. Угу. Уже восемь случаев было. Я как только узнала, сразу к вам побежала. Торопилась, ну, чтобы вам туда, это... Вы правильно сделали. Пусть забирают. Вот раньше обычные стулья делали. И ничего. Ну, максимум заноза. Не говорите. Яночка, а когда они на замену новые пришлют? На замену? Ну, бракованные же должны поменять. А, ну да, конечно. Скоро? Угу. А где ты возьмешь кресло взамен бракованному? Ну, у нас скоро соревнования по бадминтону. И победитель получит не ноутбук, а волончик. Артур Тигранович, вы можете начинать? Да-да, сейчас. Тема сегодняшней лекции... Артур, начинайте, мы ждем. Сейчас будет на самом единомоменте. Давайте я лучше на доске напишу. Белова, звони. Белова, звони. Алло. А? Что? В больнице? Сейчас я приеду. Извините. Ну как, все нормально? Вроде да. Давай быстрее домой. Ты понимаешь, что она говорит? Конечно. Она спрашивает, это что сейчас было? С тобой все нормально? А? Скажи ей, что у меня проблемы с родственником. Я ей завтра все объясню. Говорит, иди, завтра поговорим. А, спасибо. Вот блин. Эй, вставай! Он за счет заведения полбара выжил. Ну извини, я же не знала. Ты что делаешь? Пока он спит, надо его ограбить. Ты телефон еще позвоню у девушки, пускай приезжает, забирает тело. Так, где у него тут? А вот, любимая. Заодно попытаемся все объяснить. Здравствуйте, я за Кириллом. А вы кто? Я его жена, вы мне звонили. Жена? У нас, извините, у нас иногда такое бывает. Антон, все в порядке? Там у девушка пришла. Она сейчас в гардеробе придет и заберет ее. А, Кристина, ты, наверное, что-то перепутала бы. Вот за ним жена приехала. Какая жена? Обычная, про которую в паспорте пишут. Кирюшенька. Кирюша, зай, ну прости меня, пожалуйста. Она погорячилась, я понимаю. А ты кто такая? Вообще-то я его девушка. А я вообще-то его жена. Яна Викторовна, подождите, пожалуйста. Ну, как дела с моим креслом? С креслом? А его отправили на экспертизу. Ну, там делают этот, краш-тест проводят. Ага. А когда новое привезут? Думаю, скоро, дней через 30. Через месяц? Нет, так дело не пойдет. Ну, это безобразие какое-то. Ну, если хотите, я могу им перезвонить, узнать, что там и когда. Нет, давайте я сам позвоню. Сами? Ну да, я умею разговаривать с такими людьми. И знаю, на какие рычаги надавить. Давайте телефон. Только вы где-то через час звоните, у них там обед. В 7 часов вечера? В смысле, ужин. Ага. Да, здравствуйте, это фирма Империя Кресел. Яна Сивакина? Сейчас, секундочку, я посмотрю по компьютеру. Да, вы знаете, заказывала. Но, к сожалению, мы сейчас замену привезти вам не можем. Нет, нет, просто... Нет, нет, подождите. Ну, дайте я вам объясню. Какой суд? Не надо никакого суда. Нет, нет, подождите, подождите. Подождите, не кричите, пожалуйста. Нет, хорошо, мы привезем кресло. Да, завтра же привезем. Завтра, ты с ума сошла? Ну, что ты хотел? На меня ректор орал. На тебя когда-нибудь орал, ректор? Завтра будем. Ксюша, ты прости, что вчера сорвал открытый урок, просто дядя Сурын вечный паникер. У него нас в руку, он сразу бежит завещание писать. Все хорошо, все нормально у него. О, РЗ. Да какой Сурын? Ты что вчера вытворял? Что это было вообще? Ксения Андреевна, Артур Тигранович просил передать, что здесь может прийти на занятия, потому что очень сильно болеет. Я не поняла, это шутка такая? Если да, то мне не смешно. Вообще не смешно. А если задуматься, то даже страшно. Очень сильно болеет. Честно-честно, правда-правда. А что вы так на меня смотрите? Стучу что-то? Да. Что? Как в больнице? Сейчас буду. Извините. Это что сейчас было? С тобой все нормально? Конечно. Она спрашивает, что сейчас было? С тобой все нормально? Ты можешь объяснить, что это было? Твою мать. Блин, так это получается я... Маша. Паша, ты чего купила? Это же были галлютногенные грибы. С чего? А откуда у тебя тогда усы? Короче, пойдешь на кафедру и скажешь Ксении, что я заболел. Блин, мне в таком состоянии на лекцию вообще никак нельзя. Скажи, меня сразу отчислили? Или это сделают с позором на собрании? Да ладно, мне никто тебя не отчислил. Зоя вообще подумала, что ты просто заработался и дал тебе двухнедельный отпуск. Да ладно. Подожди, я это сейчас реально сказала или у меня послышалось? Реально. Ну, тогда круто. Просто проверить. О, Кирилл Сергеевич. Как говорят у вас у пожарных, трубы горят. Значит так, у вас нарушение пожарной безопасности по восьми пунктам. Вот штраф. 50 тысяч. Ну, тогда вам счет за вчерашний вечер. 53 тысячи? А что так много? Ну, полбара вы выпили, а полбара ваша женщина разнесла. Павел Владимирович, это кресло я хотела как лучше. Ну, вы же меня извините, да? Ну, это же ничего страшного, да? Блин, он меня уволит. Вот, пожалуйста, ваше кресло. И везли. Угу. Буквально только что. Пашка, ты представляешь? Павел Владимирович, вы представляете? Вышел на пять минут, прихожу, а у меня из кабинета кресло украли. Да ты что? Да, кстати, почти такое же. А, это мне подарок от правкома. Один в один. Один, ты, вы на что намекаете? Нет, ни на что. Просто у меня только что пропало кресло, а вам такое же подарили. Кусть, вы хотите сказать, что председатель правкома дождалась, пока проректор выйдет, зашла к нему в кабинет, украла кресло и подарила его мне? Стыдно должно быть, Антон Олегович. Не, ну, просто... Что? Повнимательнее нужно быть. Вот вы сейчас этот витнес вы закрыли, а то потом придете ко мне и скажете, что у меня компьютер такой же, как у вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты дождалась, пока проректор выйдет? Украла кресло и подарила ректору? Ну, ты даешь. И что, теперь проректор без кресла? Да нет, я ему уже тоже кресло от правкома подарила. Э-э-э, кстати, я возьму у нас с блока табуретку, а ты мне в кабинете сидеть не на чем. Не понял. Ты что, опять грибы жаришь? Ну да. Я же их вчера просто уронила, и Кристина не поверила, что я готовила. М? Ничего страшного. Ничего страшного. Я ей расскажу. Блин, Майкл, ты чего? Ничего. С сегодняшнего дня никаких грибов из перехода. Только магазины и только консервированные. А лучше вообще никаких грибов. Майкл, что случилось? Не вкусные, что ли? Очень вкусные. После вкуса странные. Почему странные? Соли мало? Маш, спасибо, очень вкусно. А уже ушло? Жалко. Добавки хотела попросить. Добавки хотела попросить.